В Якутске впервые провели кахлеарную имплантацию. Это высокотехнологичная операция, которая помогает полностью вернуть слух человеку. Оперировал руководитель научно-клинического отделения заболеваний уха Центра аутоларингологии Федерального медико-биологического агентства России доктор медицинских наук Хасан Диаб. Подробнее об уникальной операции расскажет Сергавана Захарова. Маленькое сияние всего год. Она еще пока ни разу не слышала ни голоса мамы, ни шума окружающего мира. Сразу после рождения результат аудиоскрининга шокировал молодую маму. Ребенок ничего не слышит. Позже уже в медцентре ей поставят диагноз – нейросенсорная глухота с обеих сторон. Сначала переживала сильно. Но потом мне сразу, когда сюда в судологический центр приехали, нам сказали, что есть такая операция, проводится такая операция, кахлеарная имплантация. И сказали сразу, что будем готовить документы. И как только, так сразу. Новость о том, что девочке можно восстановить полностью слух, вселил Надежду Сандару. И она, не раздумывая, согласилась на ответственный шаг. Спустя год маленькая сияна стала одной из первых пациентов, которым провели кахлеарную имплантацию в Национальном центре медицины Якутска. Востребованность этой операции есть где-то 15-20 операций мы можем делать в нашей республике. Эти операции желательно делать в раннем возрасте, это начиная с одного до двух лет, чтобы эти дети были в результате хорошей реабилитации интегрированы в нашем обществе. Операцию провёл ведущий хирург страны Хасан Диаб. За его плечами больше трёх тысяч подобных операций. Это имплант, который является под кожей, который состоит из трёх частей. Наружная часть, которая потом подключается, имплантируется, часть, которая под кожей, корпус импланта и электрод, который вводится через среднее ухо во внутреннее ухо. С помощью этого импланта, когда мы стимулируем этих электродов, которые расположены внутри улитки, мы можем давать ребёнку или взрослому человеку, в котором отсутствует слух, мы можем давать слух. Слух у девочки восстановится полностью, отмечают специалисты. Однако первые звуки она услышит только через месяц. С тех пор начнут постепенно приучать ребёнка к окружающим звукам. Это как когда ребёнок обжигает руку, говорит сурдолог Антон Мачалов. Если ему не понравится или он испугается, то он просто откажется носить аппарат. Эти звуки будут ещё пока неполноценные. Они будут потихоньку, мы будем, что называется, увеличивать громкость, набирать те самые обороты, потому что мы должны адаптировать ребёнка к миру звука, для того, чтобы он максимально привык. Теперь маму и малышку ждёт длительный процесс реабилитации. И здесь успех будет зависеть не сколько от сурдологов, с которыми будет периодически встречаться маленькая пациентка и её мама, а сколько от самих родителей, с которыми ребёнок проводит больше всего времени. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск.